От китайского коронавируса в мире уже погибло более трех тысяч человек. Сейчас инфекция быстрее распространяется за пределами Китая, чем в самой Поднебесной. Несмотря на то, что в Украине все спокойно, люди массово скупают медицинские маски. И Одесса не стала исключением. Кто мог подумать, что обычная медицинская маска или респиратор станет самым популярным товаром в Одессе? Что это, дефицит из-за коронавируса или обычный бизнес во время массовой паники? Одесситы сообщают, что купить маску в Одессе – задача со звездочкой, да и цены космические. Мы решили проверить, как обстоят дела в одесских аптеках. Заходим в первую попавшуюся аптеку и интересуемся наличием одноразовых масок. Здравствуйте, есть повязка марлевая? Вообще нигде нет. Я просто ищу. Мы их разбираем моментально и часть, честно скажу, что вообще большую поставку мы не респираем. Хотя наши тоже шли. И мы уже сделали заказ, и я не знаю, когда это будет. Первый – блин комом. Идем дальше. Здравствуйте, скажите, а есть обычная повязка марлевая, маска? Нету масок вообще никаких. Вообще, я уже обошла пять аптек. Я вам верю, вы обойдете еще 20, если вы их не найдете. Их просто нет. Фармацевты объясняют, раньше маски везли из Китая. В Украине есть свое производство. Но сырье для их изготовления тоже использовали китайское. Потому дефицит не только в Украине, но и по всему миру. В следующей аптеке нам сказали, что когда защитные средства появятся в продаже, за них придется выложить круглую сумму. Они очень дорогие. 37,50 штучка. Штучка? Да. А когда появится, узнаете, я уже обошла несколько аптек. Я верю, вам их нет. И где водится? Впрочем, удача нам все же улыбнулась. Нам удалось найти, но не маску, а целый респиратор за 40 гривен. И лишь в одной аптеке. На входе шуточно написали. Боярышника нет и масок тоже. Первая вывеска у нас появилась о том, что нет боярышника. Они приходили, спрашивали, писали даже, когда будет. Это было еще очень смешно. Это все было продолжалось. То есть, на самом деле, я как директор, вторая вывеска появилась независимо от меня. Это шутки моих фармацевтов. Видимо, они устали отвечать людям, что нет масок. Действительно, в городе сложился такой, как и в стране в целом, сложился такой ажиотаж. Маски, которые раскупили у нас по иронии судьбы, мы получали их из Хубея. И дело в том, что купленные маски здесь отправлялись обратно в Хубей. На самом деле, в продаже у нас есть респираторы. Если это интересно, с клапаном выдоха. Это все-таки защита от вирусов. Защита рекомендована Всемирной Организацией Здравоохранения. ФФП-2 они называются. Они сильно защищают от бактерий и от вирусов. Фармацевты объяснили, что гонять по городу в поисках одноразовых масок не стоит. Лучше за такую же цену купить более надежный респиратор. Она идет с клапаном выдоха. Выглядаю таким образом. Зафиксный капачок. Это клапан выдоха. Она гарантирует защиту от бактерий и от вирусов. Потому что Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует либо с такой защитой ФФП-2 аббревиатура, либо Н95. Но Н95 это маркировка, которая идет не для Европы, она идет для Штатов. То есть вот такие чудо-респираторы по 40 гривен вы можете у нас приобрести. Мне посоветовали искать маски в интернете. Они там есть, но за какие деньги? Цены возросли минимум в 4 раза. От 200 до 1000 гривен за упаковку 50 штук. Врачи рекомендуют не паниковать. И поясняют, защитные средства такого типа необходимы больному, чтобы он не распылял вирус, выдыхая. Для здоровых людей эта мера предосторожности вряд ли защитит от коварного китайского недруга. Куда полезнее избегать места массового скопления и чаще мыть руки. Если, предположим, у вас нет маски, которая уже готова к употреблению, вспомните, 9-10 год, когда масок не было вообще, какой-то период времени. И что делали все? Шили маски из марли, включая лечебные учреждения. Я прекрасно с этим справилась. Любая маска может человека, ну, во всяком случае, создать барьер между частичками слизи, которые идут от человека больного, и здоровыми. Элементарные гигиенические требования. Очень часто мыть руки. Потому что, если у человека есть насморк, он обязательно использует либо одноразовую салфетку, либо многоразовую салфетку. На руки попадают вирусы, частички слизи. Поэтому руки нужно мыть очень тщательно. Ну что же, медицинских масок в одесских аптеках нет. И появятся они, как говорят фармацевты, не скоро. Но даже если они и будут, то купить маску можно будет примерно за 40 гривен. Пришло время смотреть видеоуроки и учиться делать одноразовую маску в домашних условиях своими руками. Светлана Довжук, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.